Стань народным дружинником и получи дополнительные дни к отпуску. В Самаре продолжается создание так называемого ДНД. Контролировать улицы с четверга по воскресенье с четырех дня до одиннадцати ночи выходит больше двухсот патрулей. К добровольной народной дружине уже присоединились и сотрудники частных охранных предприятий, и работники заводов, и таксисты, и другие жители Самары, радеющие за безопасность на улицах города. Наша полиция и наши участковые, они знают все эти места криминальные. И сегодня, вот обходя свой район, объезжая его, я вижу, намного лучше улучшилась обстановка. Вот тех уже криминальных элементов нет. Не около рюмочных, где они распивалили, закрыли их. Я так думаю, что все-таки прикрыли эти рюмочные все эти места. Намного спокойнее стало. Представители ТОСов, как никто другой, знают и свои дома, и территорию, и проблемные зоны. На встречу с сотрудниками городадминистрации и полиции пришли, чтобы подтвердить свое согласие на взаимодействие. Готовы призывать жителей подшефных домов не только жаловаться, но самим решать вопросы. Администрация, в свою очередь, обещает всяческую помощь активистам. Под лежачий камень вода не течет. И мы пытаемся сегодня всячески на всех уровнях дать понять жителям, что их жизнь зависит прежде всего от них самих, от их желания участвовать в этой жизни, участвовать в системе ЖКХ, в управлении своим домом, жилищем, подъездами, двором. На это все направлено, на активизацию самих жителей, на то, чтобы они становились сознательными, грамотными горожанами. Сегодня в Самаре работают 76 территориальных органов самоуправления. Это тысячи домов и дворов, в которых можно навести порядок, если объединить силы полиции и самих граждан. Мариана Мирна, Алексей Золотенков. События.